здравствуйте уважаемые коллеги давайте проверим точно также при помощи огонечка хорошо ли меня слышно в чат не пишите просто нажмите на огонечек если слышно и видно меня хорошо все вижу слышно видно меня хорошо спасибо большое достаточно немножечко оговорюсь прошу прощения за презентацию презентация которая была правильно отформатирована к сожалению почему-то в программе не открывается будем пользоваться но немножечко как бы другой презентацией но она точно также понятна единственное некоторые слайды мы с вами будем пропускать с темы сегодняшнего нашего вебинара как уже сказала татьяна викторовна дислексия и дисграфия и вопросы для обсуждения мы сегодня поговорим с вами о письменной речи современные представления механизмов чтения письма разберем что же такое дислексия и изграфия и теологии и патогене с нарушения письма и чтения то есть откуда это все происходит можно сказать да откуда у нас ноги растут симптоматика дислексии что немаловажно потому что очень часто дислексии и дисграфию и потом дисорфографию на базе этих двух нарушений у нас идет дисорфография учителя и родители принимают как лень ребенка это не так мы с вами разберем какие ошибки можно признавать ленью да и нежелание мучиться а какие ошибки все-таки у нас это нарушение и различные плоху подходы к классификации дислексии и дисграфии об этом мы сегодня поговорим а тема сама по себе очень обширная очень большая и если в дальнейшем заинтересует эта тема ну как бы вы пишите будем решать это дальше а если говорим о феномене языка что же такое язык давайте разберем с вами язык это речь как способ общения конкретное говорение протекающего времени да речь у нас может быть устной и письменной если устная речь что это у нас чтение собственно письмо как процесс записи и процесс записи кодирования речи и средствами языка как это может быть как это может происходить программа обозначенная звук обозначение звука буквой а письма букв и их соединений а потом программа кодирования слова по законам графики и орфографии то есть когда мы записываем мы должны записать при помощи определенных символов и программа записи уже готового предложения предложение в котором у нас слова будет стоять последовательно чтобы передать смысл а если мы с вами говорим о языке как средстве общения кода и системе он да точно также он может быть в устной и письменной форме а если говорим о письме письменная речь как процесс создания записи связанного высказывания то есть это не просто набор слов а связанное высказывание которое мы передаем а с вами смысл значения а эта программа конструирования предложения то есть предложение мы знаем что в каждом языке имеет свою программу имеет свою постановку слов свою последовательность и программа создания связанного текста то есть из предложений мы уже с вами создаем определенный текст для того чтобы передать смысл того или иного высказывания а если мы с вами говорим о первом блоке который мы разберем это письменная речь письмо и чтение а если говорим о письменной речи а это вид временных связей 2 сигнальной системы одна из форм существования языка вторичная и более поздняя во времени возникновения по отношению к устной речи естественно устная речь возникла раньше и в дальнейшем человек чтобы сохранить свои знания уже придумал письменность и передавал свои знания при помощи письменности по структуре письменная речь включает чтение это процесс декодирования процесс раскодирования информации процесс раскодирования определенных символов и письмо кодирование когда мы информацию определяем определенные знания а если говорить о междисциплинарном анализе письменной речи как же воспринимают разные подходы а нашу письменную речь а психологический подход это письменная речь а по среду и другие виды деятельности то есть она дает возможность а выполнять другие виды деятельности если мы говорим с вами о лингвистическом или психолингвистическом подходе письменная речь это Это система процессов прохождения связанного письменного высказывания. То есть не просто набор слов, а это связанное высказывание для передачи какой-либо информации. Если смотрим на письменную речь со стороны физиологической или психофизиологической, письменная речь – это процесс прохождения продуктивных речевых сигналов и их обеспеченности высших психических функций. И методический процесс – это то, что используем мы с вами, то, что используют педагоги – это письменная речь как предмет обучения. Мы, естественно, обучаем при помощи письменной речи в дальнейшем. Письменная речь представляет собой особую систему символов и знаков, владение которой означает критический поворотный момент во всем культурном развитии ребенка. Это определение Львом Севеновичем Выгодском в его труде «Предыстория письменной речи». Естественно, когда ребенок обладевает письменной речью, то идет большой скачок в развитии. Соответственно, письменная речь очень важна. Мы понимаем, что без речи обучение будет затруднено, и запоминание точно так же будет затруднено без речи, и понимание тоже будет затруднено. По словам Льва Семеновича Выгодского, письменная речь – это наиболее сложная форма намеренной и сознательной речевой деятельности человека. То есть устная речь у нас, естественно, приходит раньше в нашу деятельность, письменная – позже. И письменная – это более сложная форма речевой деятельности, представляет собой не только фиксацию фонематического состава слова с помощью специальных графических знаков, букв и символов, но предполагает создание программы высказывания письменного текста, более сложной и развернутой, чем в устной речи, то есть письменного порождения речи. А что у нас происходит здесь? То есть ребенок должен не просто фонематически произнести текст, который у него получился, или текст, который он воспринял. Наверное, часто замечали, что дети могут читать быстро, могут читать идеально, но при этом не понимать смысла. Цель в том, чтобы ребенок читал и правильно, и при этом понимал смысл этих высказываний, смысл того текста, который он прочел. Если мы с вами говорим о тексте, то сначала у нас рождается замысел, потом идет внутреннее поражение высказывания в условиях ограниченной и стандартов стилистики, потом идет лексическое чтение, обработка лексем, замена лексем, фономатический анализ, обнаружение программы, решение какой-либо орфографической задачи, реализация графомоторной программы и проверочное чтение. То есть у ребенка возит замысел, он начинает читать и сравнивает со своим прошлым опытом то, что у него уже было, и он перепроверяет, соответствует ли его предположение тому, что написано. Если эта система немножечко сбивается, если этот момент сбивается, то дети начинают читать неправильно, что вызывает тоже определенные сложности потом в проработке того или иного материала. Сейчас на слайде представлено полушарие, мы с вами знаем, что разные полушария отвечают за определенные сферы, что левое полушарие – это у нас двигательная сфера, правое полушарие – это у нас чувственная сфера. Левое – это у нас абстрактное мышление, аналитическое мышление, математические вычисления, письменная наша речь и правая половина зрительного левого поля. То есть мы знаем, что у нас зрение идет по диагонали. Если говорим о правом полушарии, то это наша чувственная сфера, сюда у нас входит конкретное мышление, образная память, восприятие музыки, интонации, элементарное понимание речи, невербальное мышление, ориентировка в пространстве. Именно это нужно отличать в тот момент, когда ребенок учится писать. То есть мы знаем, что у нас есть люди, пишущие правой рукой, люди, пишущие левой рукой. Так, вижу пока краем глаза вопрос, пока он не убежал, отвечу на него. Если ребенок легша, как с полушариями? Смотрите, какая ситуация. Как с полушариями? Это все очень сложно. Почему? Потому что, ну, скорее всего, ни один врач вам точно не скажет, где находятся центры того или иного действия. Потому что они могут сохраняться так, как у правши, и они могут меняться. Здесь нет точного момента, как говорят многие ученые, что редко даже берутся делать определенные операции, зная, что, допустим, тот или иной центр может находиться не там, если ребенок легша. Поэтому определить стопроцентное распределение моментов, где находится какой центр, невозможно. Это предположение, которое есть. То, что вот именно у вас, допустим, если вы правша, то у вас этот центр будет находиться в левом полушарии, сто процентов никто не даст. Это предположительное мнение. Следующий момент. Это отличие устной речи от письменной. Устная речь – это говорящие и слушающие не только слышат, но и часто видят друг друга. При письменной речи мы с вами знаем, что люди, которые общаются, могут и не видеть друг друга. Во многом устная речь может зависеть от реакции своего слушателя. Тут может быть такой момент, что, видя реакцию того или иного слушателя, человек может изменять свое мнение, чтобы как-то строиться под реакцию своего оппонента. Следующий момент. Устная речь рассчитана на слуховое восприятие, письменное, естественно, на зрительное восприятие. Если говорим об устном высказывании, не может быть воспроизведено не только при наличии специальных технических устройств. И читатель можно повторно перечитывать написанное. То есть устную речь, если мы записали, мы можем ее прослушать повторно. Если не записали, то, соответственно, мы не можем ее прослушать повторно. И устная речь. Человек говорит без подготовки, исправляя по ходу изложения лишь то, что сумеет заменить в процессе речи. А пишущий может неоднократно возвращаться к написанному и многократно совершенствовать его. То есть что-то удалять и что-то изменять. Следующий критерий отличия речи устной от письменной. Устная форма – это орфоэпические, чаще акцентологические требования. То есть здесь мы в устной форме выделяем что-то интонации, выделяем что-то словами, когда произносим. Если говорим о письменной речи, то это каллиграфия, это написание текста и пунктуация. При помощи пунктуации мы точно так же можем воспроизводить интонацию. Но, опять же, интонация будет зависеть от того человека, который воспринимает текст. Следующий момент – это выразительные возможности. Устная речь обладает средствами звуковой выразительности. Она отличается тем, что богата интонацией, пайвоузами, ударениями и может сопровождаться жестами и мимикой, что тоже немаловажно. Если говорим о письменной речи, то здесь у нас жесты и мимика отсутствуют. Знаки припинания нам помогают, кавычки нам помогают, шрифтовые выделения. Именно они помогают воспринять эмоции пишущего. Пока я вот сейчас веду вебинар, такой момент. Вижу в чате проскакивают вопросы. Пожалуйста, пишите в папочку вопросы. Пока я рассказываю, на них отвлекаться не буду. А уже по окончанию вебинара я постараюсь ответить вам на ваши вопросы. Если говорить о письменной речи, в начальной школе у нас происходит обучение письму, а письменная речь, как сама речь, она уже формируется в средней и старшей школе, то есть формируется дальше. А если говорим о современных представлениях, о механизмах чтения... Сейчас, минутку, подвесла презентация. Прошу прощения. Чтение. Как же происходит у нас сам процесс чтения? У нас входит зрительный анализатор, то есть мы воспринимаем наше чтение. Следующий момент. Двигательный анализатор. И речи двигательный анализатор. Это то, что заставляет двигаться наш язык, наши губы, наши связки. И речи-слуховой анализатор. Здесь мы точно так же начинаем читать наш текст. Письменная речь. Это более сложная речевая деятельность. Если мы говорим с вами о чтении, то это мысль и зрительное восприятие. Если говорим о письменной мысли, то это графические знаки, то есть воспроизведение в виде графических символов. Это наша письменная речь. Чтение как вид деятельности. Что у нас происходит здесь? Процесс декодирования графической буквенной модели. Это когда мы видим тот или иной текст, мы его раскодируем. И процесс понимания письменных сообщений. Это уже как следствие. То есть мы раскодировали то, что у нас написано, и поняли тот или иной смысл. Чтение – это воссоздание звуковой формы слова на основе его графического изображения. Единица чтения у нас, естественно, является словой. Основная задача чтения – это понимание письменного сообщения. Как я уже говорила, сейчас многие дети могут читать очень быстро, но при этом не понимать, что они читают. Если мы с вами говорим о психофизиологической основе процесса чтения, это совместная работа трех различных анализаторов. Если один из анализаторов у нас как бы отстает, начинает работать неправильно или не работает, то, естественно, ребенок в процессе чтения будет иметь трудности. Какие же анализаторы у нас участвуют в процессе чтения? Это речеслуховой или акустический, речедвигательный и зрительный или оптический. Стратегия чтения – это забегание вперед по строке, угадывание, возвращение, сличение или декодирование. То есть здесь у нас ребенок начинает бежать глазами вперед по строке, на основе своего опыта пытается угадать, что же там написано, возвращается, то есть начинает возвращаться с той мыслью о том, что так ли я подумал. Если это совпадает, то происходит декодирование. Если вот этот момент возвращения у ребенка отсутствует, то, естественно, он будет читать так, как придумал, так, как подсказывает ему прошлый опыт. Вот сам процесс чтения. Это чтение, потом у нас идет полученная информация, построение гипотез. То есть уже с двух сторон у нас, с одной стороны это восприятие сигнала извне, тот текст, который мы видим, а с другой стороны это наши знания, наш прошлый опыт. И потом ребенок проверяет свою гипотезу и при помощи внешних сигналов он пересматривает текст и сличает этот текст, сравнивается тем, что у него уже есть, с теми знаниями, которые у него уже есть. Если говорить о психологической структуре процесса чтения, первый уровень это у нас сенсомоторный, то есть происходит звукобуквенный анализ. Ребенок сначала видит буквы и анализирует их. После этого он удерживает полученную информацию, удерживает полученные догадки и после этого он опять же сличает и контролирует свои действия. Следующий уровень семантический – это восприятие текста на уровне предложений, когда он уже понимает не только слово, он уже понимает само предложение. Чтение как навык, как же у нас происходит чтение. Если с технической стороны мы рассматриваем с вами чтение, это способ чтения, то есть про себя или вслух. Следующий момент – темп, это с какой скоростью у нас происходит наше чтение. Следующий момент – правильность и выразительность. И точно так же мы смотрим на смысловую сторону, насколько ребенок понимает тот или иной текст. Если говорим об уровнях чтения, их у нас выделяется четыре. Первый уровень – это элементарное чтение. Что у нас здесь? Безошибочная дифференцировка буквенных знаков, безошибочное чтение слов, понимание смысла слов, понимание смысла предложения. То есть здесь правильно ребенок читает и понимает предложение. Следующий, второй уровень – это грамотное чтение вслух. Здесь понимание общего содержания текста, умение выделять главную мысль, понимание связности в последовательности событий, то есть что идет зачем, умение находить заданную информацию, умение предсказывать содержание. То есть то, что будет дальше, как бы предвосхищение полученной информации. Третий уровень – это уровень грамотного чтения про себя, понимание общего содержания, умение выделять главную мысль, понимание связности в последовательности событий, умение находить заданную информацию и умение предсказывать содержание. И четвертый уровень – это у нас понимание связи информации, рефлексия по поводу содержания текста, рефлексия по поводу формы текста и осмысление и анализ текста. То есть четвертый уровень – это самый высокий уровень, когда ребенок у нас уже может анализировать текст, понимая его. Это то, что касаемо нашего процесса чтения. Если говорить о степени формирования навыков, если на одном из уровней у нас идет какое-либо нарушение, то, естественно, допустим, если идет на первом уровне нарушение, на уровне овладения звукобуквенными обозначениями, то это нарушение тянет за собой нарушение на всех других уровнях, что тоже немаловажно. Но если говорим о ступенях формирования навыков чтения, первое – это овладение звукобуквенными обозначениями, следующий момент – слоговое чтение, следующее – это становление целостных приемов чтения и синтетическое чтение, то есть уже чтение предложений и понимание текста. Если, как я уже сказала, на одном из уровней один уровень пропущен или… как бы так правильно сказать, на нем есть нарушение, то оно тянет за собой нарушение на других последующих уровнях. Это как, допустим, если у нас есть дырка в фундаменте, то, естественно, у нас будет провал и на других ее уровнях. И если говорить об успешном и быстром усвоении букв, оно возможно лишь при достаточной сформированности следующих функций. Если и одна из этих функций западает, то опять же процесс чтения, а в последующем процесс и письма будет нарушен. Первое – это у нас фонематическое восприятие, дифференциация различных фонем. Если у нас ребенок неправильно воспринимает те или иные буквы, если он их заменяет, то, естественно, у нас владение чтением будет затруднено. Следующее – это фонематический анализ возможности выделения звуков из речи, зрительного анализа и синтеза, определять сходство и различие букв. Наверное, многие из вас замечали, что некоторые дети заменяют буквы, которые сходны по написанию. Это тоже у нас идет к моменту дисграфии. Следующее – пространственные представления. Если ребенок плохо определяет моменты пространства, мы с вами знаем, да, логопедическая работа зачастую начинается с того, что ребенок должен определить моменты вверх, вниз, лево, право, что находится за, что находится под, что находится над. Здесь ребенок должен правильно понимать, где пространственное представление, он должен правильно понимать, где находится тот или иной предмет. И последний момент – это зрительный имнезис, возможность зрительного образа буквы, то есть то, как воспринимает ребенок ту или иную букву. Условия успешного обладения навыков чтения. Первое – это сформированность звукопроизношения. Что у нас может здесь происходить? Если ребенок неправильно произносит звуки, он таким образом может и писать. Не обязательно, это, естественно, не 100%, но если он неправильно произносит те или иные звуки, он их может неправильно и писать. Следующая способность – звукобуквенному анализу и синтезу. Ребенок должен четко отделять и понимать, какая буква, какой звук обозначает. Способность к лексико-громатическому анализу и синтезу. Развитие пространственно-временных представлений – это то, о чем я говорила, что пространство и время тоже очень важно. Сформированность зрительного анализа и синтеза, сформированность суксиститивных процессов и способность к концентрации, распределению и переключению внимания. Естественно, если ребенок у нас не сможет концентрировать или распределять, переключать свое внимание, то у него будет возникать сложности с чтением. Следующий момент – это современное представление о механизмах письма. Что же у нас происходит здесь? Многие ученые, естественно, исследовали у нас процесс письма. И давайте посмотрим, как они воспринимали то или иное письмо. Лев Рафаилович Зиндер говорил, что термин «письмо» объединяет три разных категории явлений. Это вид особой семиотической системы, способ перекодирования устного языка в письменный и особая форма коммуникации. Следующий момент – это как у нас воспринимал язык Алексей Леонтьев. По его мнению, мозг грамотного человека, в нем существуют две языковые системы. В языковом коллективе есть две нормы, два стандартно. Устно-языковая и письменно-языковая. Следующий момент – это Иван Александрович Бодуин. Письмо – это особая семиотическая система графических знаков, хотя и связана с устным языком. Но тем не менее он говорил о том, что письмо достаточно автономно. Мы с вами знаем, что человек устно может не произносить те или иные моменты, но при этом хорошо владеть письменной речью. Современные представления о процессе письма – это, как я уже сказала, особая семиотическая система. Это у нас могут быть рукописные и печатные буквы, которые переходят в прописные и строчные. Способ перекодирования – это набор правил перехода от звукового языка к письменному языку. И особая форма коммуникации – определенный навык или технический акт письменной речи. Так, и письмо мы называем способ перекодирования. Это когда мы нашу устную речь кодируем определенными символами. То есть набор правил перехода от одной системы символов к другому, от звукового языка к письменному, именуемым правописанием. В русской системе письменности он включает операции символизации, это обозначение звуков буквами и процедуру моделирования фономатической структуры слова с помощью графических знаков, то есть запись структуры слова при помощи графических знаков. Лев Владимирович Щерба говорил, что русское правописание базируется на нескольких основных принципах. Разные авторы выделяют от четырех до восьми принципов. Среди них ведущими и наиболее общепринятыми можно считать это фонетический или фономатический принцип, традиционный или исторический и морфологический принцип. Если говорим о фонетическом принципе, это основа графики, логически главенствующей, но его употребление резко ограничено морфологическими и традиционными принципами. То есть фонетический принцип, он состоит из того, что как слышу, так и пишу, но он ограничен морфологическими и традиционными моментами нашего языка. То есть мы не все пишем то, как слышим. Следующий это морфологический принцип. Он заключается в том, что при написании сохраняется постоянство бутсковинного обозначения. То есть однокоренные слова, определенные представки, определенные суффиксы, они тоже сохраняются при написании. Это то, что касается морфологического принципа. Следующий момент это традиционный принцип, это наши слова-исключения. И он сохраняет исторически старое написание слов, которые не соответствуют современному моменту написанию слов. В школьной программе эти слова мы называем словарными. И очень часто говорим о том, что просто нужно запомнить. Если говорим о том, как происходит наше письмо, операция письма, то есть происходит мотив, замысел и внутреннее программирование, лексико-грамматическое структурирование, анализ предложений на слова, то есть мы делим предложение на слово, фонематический анализ, слуховая произносительная дифференциация звуков, соответствие фонемы зрительного образа звука и моторная реализация графического образа буквы, то есть запись самой буквы в дальнейшем. Структура письменной речи, она включает три уровня. Это психологический, лингвистический и психофизиологический. Психологический уровень – это мотив к осуществлению письменной речи, потом замысел, создание общего смысла письменной речи, конкретного содержания, регуляция деятельности и осуществление контроля. То есть, когда мы пишем, естественно, мы регулируем свою деятельность и контролируем момент написания деятельности. Если говорим о лингвистическом уровне, это обеспечивает письмо лингвистическими средствами, то есть реализует перевод внутреннего смысла в лингвистические коды. И лексико-морфологические и синтаксические единицы, извините. И психофизиологический уровень делится на два подуровня. Это сенсор акустико-моторный, включает два звена, обеспечивает процесс звукоразличения и обеспечивает установление последовательности в написании букв в слове. То есть здесь мы слышим нашу речь, нам, допустим, говорят, вот мы видим на картинке, и потом ее записываем. И второй уровень – это оптико-моторный, у него два звена. Это перешифровка звук-буква и буква-тонкие движения руки. То есть сначала мы слышим звук. Наверное, замечали, когда первый класс детей начинает писать, у нас происходит шум в классе, потому что каждый начинает себе диктовать. И он слышит то, что диктует, и после этого наше движение рук записывает ту или иную информацию. Если говорить об Алексею Николаевичу Леонтьеве, он говорил о том, что письмо включает три основные операции. Это символическое обозначение звуков речи и фонем, моделирование звуковой структуры сролова при помощи графических символов. То есть мы сначала составляем то, как должно выглядеть слово, и потом только записываем это слово. Навык символизации, то есть буквенного обозначения фонем, формируется на основе развивающихся у ребенка способностей к символизации, более широкого плана символической игры, изобразительной деятельности. Почему немаловажна изобразительная деятельность? Очень часто родители, не сделав фундамент, не сделав основу, допустим, не подкрепив руку теми или иными моментами, пытаются научить ребенка писать. А ребенок может научиться писать, и уже придя в школу очень быстро, если он будет готов к этому, если у него будет подготовлена мелкая моторика, и если он будет хорошо подготовлен к восприятию текста. Как это сделать, какие упражнения, я скажу немножечко позже. Следующее – это достаточная зрелость фонематического восприятия и языкового. То есть это то, о чем я говорила, ребенок должен быть подготовлен. И следующий момент – это моделирование звуковой структуры слова при помощи букв. Реализация данного навыка на начальной стадии обучения происходит в два этапа. Это наши с вами красные, синие и зеленые буквы. Фонологическое структурирование звуковой стороны слова, то есть установление временной последовательности фонем, из которых оно состоит. Здесь ребенок должен определить, какой звук стоит за каким. И трансформация временной последовательности фонем в пространственную последовательность букв. То есть здесь у нас ребенок должен последовательно расставить эти фонемы, так как они стоят в слове. Следующий – это очень важный графомоторный навык. От него зависит то, как правильно будет ребенок писать. Это конечное эффекторное звено в цепочке операций, составляющих письмо. Это наш уже результат, наш исход. Они могут оказывать влияние не только на каллиграфию, но и на сам процесс письма. Здесь, например, наличие затруднений в изображении буквы. То, как буква будет у нас изображена, и то, как она будет показана. Так, это мы пропустим. Я говорила о том, что буду пропускать некоторые слайды, потому что презентация довольно-таки большая. Вы ее все можете скачать. Я не буду долго останавливаться на блоках мозга, которые отвечают за систему письма. Здесь скажу кратко, что у нас письмо начинается с того, что воспринимается на слух, и начинают включаться вторичные отделы коры. Потом затылочные доли, теменно-затылочные, и пишущий должен хорошо ориентироваться на листе бумаги, что тоже немаловажно. Находить начало строки, направление письма, и правильно располагать буквы. Теперь давайте перейдем непосредственно к самим моментам дислексии и дискрофии. Здесь, что у нас, какой же мультдисциплинарный или междисциплинарный подход к изучению нарушения письма. Что же, какие науки у нас изучает нарушение письма. Это генетика, нейропсихология, нейропатология, логопедия, психолингвистика, психология и лингвистика. Все эти науки у нас изучают нарушения письма и нарушения речи. Если говорим о нарушениях письменной речи, какие же нарушения и как они у нас выглядят. Если говорим о нарушении чтения, это алексия и дислексия. Если говорим о нарушениях письма, это аграфия, дисграфия и дезорфография. Если у нас есть дезография, то на основе нее, естественно, формируется дезорфография. Термин дислексия за рубежный автор обозначает как трудности овладения письменным языком. То есть графически оформленным языком, предназначенным именно для графического восприятия. Дезлексия – это частичное расстройство процесса овладения чтением, проявляющееся в многочисленных повторяющихся ошибках стойкого характера, обусловленное несформированностью высших психических функций, участвующих в процессе овладения чтением. То есть здесь у нас не полностью момент, когда ребенок не может овладеть чтением, а это частичное нарушение. При этом это нарушение должно многочисленно повторяться. Это не так, что ребенок на первых порах обучения начинает путать буквы или зеркалить их и так далее. Нет, это должно быть стойкое и повторяющиеся ошибки. Все определения я зачитывать не буду. Как я уже сказала, это могут быть пропуски букв, пропуски слогов, замена, перестановка, пропуски предлогов, пропуски союзов и так далее. Сейчас я перелесну уже все определения, чтобы на них не останавливаться, мы тогда перейдем. Если говорим о дисорфографии, следующий момент. Это стойкая и специфическая несформированность усвоения орфографических знаний, умений и навыков, обусловленное недоразвитием ряда неречевых и речевых психических функций. Это специфическое нарушение орфографического навыка письма на основе сохраненного интеллекта и устной речи. То есть устная речь у нас как положено идет. Орфографические правила все ребенок четко знает. Наверное, есть такие ученики у вас в классе, которые четко знают правила, но не то, что не умеют его применять. Они его понимают, они его воспринимают, но когда пишут, у них этот момент исчезает. Они пишут с ошибками. Ну, это у нас такая пирамида. Как я уже сказала, что если идет провал на одном из блоков, то, естественно, он тянет за собой ошибки на другом блоке. Первый момент – это первое полугодие первого года обучения. Если это не исправить на этом этапе, то у нас могут возникнуть сложности дальше. Это трудности во владении письмом. Следующий момент, следующий блок – это нарушение формирования процесса письма. Это второе полугодие первого и второго и начало второго года обучения. Следующая дисграфия – это второе полугодие второго года обучения. И дисграфографию можно ставить и говорить о ней только на третьем году обучения. То есть раньше третьего года обучения о дисграфографии мы не говорим. То есть, естественно, в начале первого класса мы не можем сказать, что у ребенка есть дисграфография. Какие же показатели трудностей овладения письмом? Что, когда мы видим у детей, вот видела краем глаза вопрос, как диагностировать нашу дисграфографию. Если у ребенка нечеткое знание всем их букв афавита. Если у ребенка сложности при переводе звука в буквы и наоборот, при переводе печатной графемы в письменную. Трудности звука буквенного анализа и синтеза. И чтение отдельных слогов с четко усвоенными печатными знаками. Письмо под диктовку отдельных букв. Если у нас в этих пунктах у ребенка возникают проблемы, то мы можем говорить о том, что у него есть проблемы с дисграфией. Какие же показатели нарушения формирования процесса письма? Это смешение письменных и печатных букв по различным признакам. Мы знаем, что письменные и печатные у нас по виду разные, естественно. И дети очень часто их могут заменять. Трудности в удержании и воспроизведении смыслового буквенного ряда. Затруднение при слиянии букв в слоги. По буквенное чтение списывание письменными буквами с печатного текста уже осуществляется, но самостоятельное письмо находится на стадии формирования. И типичные ошибки в письме. Это написание словов без гласных, слияние нескольких словов или же их расщепление. Какие же показатели дисграфии? Это стойкие ошибки одного или разных видов. Они должны быть многочисленнее, они должны быть частыми и должны быть обусловлены несформированностью лексико-грамматического строя предложения. Неполноценной способностью дифференцировать фонемы на слух. То есть, когда мы говорим ребенку, а он начинает произносить буквы, и эти буквы заменяют другими буквами. И обусловлены с недоразвитиями оптико-пространственных функций. Это то, как мы воспринимаем наше пространство. Если говорим о показателях дезорфографии, это неумение применять в письме орфографические правила по школьной программе. Я уже говорила о том, что ребенок знает это правило, но он не может его применить. И большое количество орфографических ошибок в письменных работах. Отчего же, что может быть причиной возникновения нарушений в письменной речи? Естественно, это перинатальный период, наследственность и предрасположенность. Нарушение устной речи органического генеза, то есть органические какие-то поражения. Трудность в становлении у ребенка функциональной асимметрии полушарий мозга. Это вот наша лотеризация, это то, где находится тот или иной центр. Задержка в осознании ребенка, схемы тела. То есть, восприятие нашего тела в пространстве тоже немаловажно для устной и письменной речи. И следующее, как следствие нарушения восприятия пространства и времени, анализа и воспроизведения пространственной и временной последовательности. Факторы, которые обуславливают дислексию, трудности, целенаправленного перемещения взора, выражаются в потере строки. То есть, если ребенок неправильно переносит свои глазки по строчке, соответственно, он будет читать строку неправильно, будет пропускать или переставлять слова, слоги или буквы. В чтении последующие строчки могут происходить и в обратном направлении. Порой при общем правильном направлении чтение отдельные звенья читаются в обратном порядке. То есть, он строчку начинает читать в правильном порядке, а некоторые отдельные звенья читают в другом порядке. С трудом закрепляются связи между звуком и его графическим образом. То есть мы слышим одно, а изображаем уже на самом листе другое. Трудности синтеза звуков в слоге. То есть у нас прям по буквенное чтение. Трудности чтения кластеров согласных в слове и недостаточная сформированность акустико-артикуляционной дифференциации из науков. Естественно, даже если человек пишет молча, он произносит фразу, которую пишет. Он все равно ее как бы озвучивает. Так, я смотрю, по времени у нас не так много времени, поэтому хотелось бы уже перейти к детям, на которых следует обратить внимание, и потом к самим примерам. Касаемо практических упражнений, я их сами упражнения давать не буду. Я вам скажу, где их большое множество, откуда их взять. Какие же дети попадают под группу риска? Это состояние риска академической неуспешности, обусловленное тем, что ученикам предъявляются требования, не соответствующие уровня их развития, у значимых для школы интеллектуальных и психофизиологических функций. Когда у нас к ребенку предъявляются повышенные требования, когда к ребенку первому классу, который еще должен учиться этому, уже предъявляются и моменты правильности написания текста, и не объясняются эти моменты ему. Следующее – это состояние социального риска, возникающее на фоне нарушения социально-личностных отношений ребенка с окружающей средой или личного внутреннего конфликта, которые могут быть связаны с негативными переживаниями, когда к ребенку от общества предъявляются высокие требования. Состояние риска по здоровью – это вызванные чрезмерным нервно-психическим напряжением, если ребенок по этому поводу нервничает и внешне к нему относятся, опять же, с завышенными требованиями. И эти требования могут предъявляться и школой, и родителями, и точно так же оно, естественно, у многих детей может вызывать состояние соматического и нервно-психического напряжения. И состояние комплексного риска – это когда у нас включены все эти компоненты. Ну, хотелось бы показать вам сами моменты написания текста, сами примеры. Сейчас мы к ним перейдем, потому что презентация довольно-таки большая. Вот. Дисграфия на почве нарушений фономатического распознавания. Как это у нас может выглядеть? Допустим, диктант одного из учеников. Мы видим «пужок». Вместо звука «ш» у нас «ж». У нас есть код, его «савут». У нас опять идет замена звука, и здесь как ребенок слышит, так он и запоминает. И здесь «пужок» у «кота», опять у нас «ао», «лапы», «пелые», то есть замена по звучанию «б», «п» звуки. Это один из примеров. Следующий момент – это когда у нас происходит вот таким вот образом написание. Это у нас Ира идет в школу, мило мылом руки. «Павлик и Таня тихо пели», «Гриша пел громко». И вот здесь у нас «хитрый кот хлеб несет». Если читать то, что написал ребенок, то мы с трудом поймем даже смысл предложения. Здесь у нас точно так же идет замена звуков. Но давайте перейду непосредственно к самим пособиям, которые можно использовать. В конце презентации мы видим с вами книги, вот они представлены, книги, которые можно использовать для диагностики дисграфии и для ее коррекции. Вот мы с вами видим книгу, это Лалаева, да, у нас «Диагностика и коррекция» и «Логипедическая работа». Следующий момент – это у нас коррекция нарушения речи и обучения читать и писать без ошибок. Следующий момент – это корни в нарушении чтения и письма у детей. Здесь автор прищепова дезорфография, ее диагностика у младших школьников с общим недоразвитием речи и диагностика недостатков письма у младших школьников. Дальше – «Диагностика и дезорфография», тоже прищепова. И в конце презентации даны вот все книги, при помощи которых вы можете пользоваться и корректировать те или иные моменты дисграфии и дислексии. Это то, что касаемо учебников. Точно так же в файлах у вас есть табличка. Табличка называется «Типология ошибок письма». По этой табличке тоже можно определить те или иные нарушения. И являются ли эти нарушения дисграфией и дислексией. Ну, по времени я вижу, что уже, к сожалению, мое время закончилось. Сейчас я посмотрю ваши вопросы, постараюсь на них ответить. На каких исследованиях основано утверждение, что письменная речь, как создание текста, развивается в средних классах? В начальных классах по программе уже пишут достаточно сложное сочинение. Да, это действительно так. В начальных классах они пишут эти сочинения, но заканчивают свое развитие, оно именно в средних классах. Слоговое чтение часто мешает обучению чтения, так как разрывает слово. Есть же подходы чтения целыми словами. Так, значит, этот этап можно пропускать. Смотрите, когда, если говорить о глобальном чтении, я могу сказать честно, но это лично мое мнение, это не мнение окружающих, да, не мнение, эти мнения расходятся с некоторыми другими мнениями. Почему нельзя пропускать слоговое чтение? Это как при учении ребенка ходить, да, почему не пропускается ползание? Потому что это все равно важный этап. Если ребенок начинает читать сразу глобально, начинает запоминать просто слово, то он будет использовать только свой прошлый опыт. Он не будет зачастую, если это сделать неправильно, он не будет видеть именно искажение каких-либо букв, замену каких-либо букв. Еще могу сказать, но это опять же мое мнение, я сторонник того, что слоговое чтение должно быть разбито не горизонтально, вот такими вот черточками, да, что когда мы видим один слог, потом черточка, другой слог. А слоговое чтение у нас должно быть разбито либо вот такими вот скобочками внизу, да, чтобы ребенок видел слог, сколько вот букв может совместить вместе с собой, либо вот такими вот вертикальными буквами, чтобы он все равно видел полное слово, Но при этом эти скобочки или эти вертикальные полоски помогали ему освоить процесс чтения. Лично мое мнение, я против пропуска слогового чтения, только это нужно делать определенным моментом. Мне кажется, для дислексии пропуск слогового чтения очень опасен. Да, именно об этом я говорю, что если какой-то элемент, если какой-то блок мы с вами пропускаем, то, соответственно, за этим тянется, ну вот как дырка в фундаменте, на этом фундаменте, пока мы не залатаем эту дырку, у нас будет провал. Смотрите, при заучивании одного и того же стихотворения ребенок постоянно переставляет одни и те же слова местами. Рифм он нарушается. Как с этим посправиться? Это опять же момент того, как ребенок воспринимает те или иные моменты в пространстве. Это вот из-под, за, именно на основании этого, на основании того, как он воспринимает тот или иной момент в пространстве, он воспринимает и речь. То есть ему нужно конкретно понимать и отрабатывать моменты именно вот этого положения определенного предмета в пространстве. То есть слева, справа, сверху, внизу, из-под, за и так далее. Либо же, вот да, что ритм стихотворения тоже очень важен. Ребенок должен понимать ритм. Так, ну вот подскажите, что делать, если ребенок на письме использует... А как объясняет сам это ребенок? В чем причина? Не совсем, ну, как бы понимаю вопрос, почему он ими не пользуется, как он сам ребенок объясняет тот или иной момент. Следующий вопрос. Ребенку 11 лет при письме заменяет буквы и есть пропуски букв. Можно ли что-то сделать или это уже не исправить? Если да, то какие задания необходимо выполнять? Смотрите, проработка – это логипедическая проблема. В первую очередь, да, это все исправляется, это все прорабатывается. Какие задания заменяет буквы – это наше, опять же, слуховое восприятие, восприятие тех или иных букв. Это нужно отрабатывать. В литературе, вот здесь вот, в моей презентации, вы можете посмотреть книги вот именно по нарушению письма и чтения. Какие методы наиболее актуальны при работе с подростками, дислексиками или взрослыми? Почти все пособия ориентированы на младших школьников. Смотрите, смотря какие пособия, если это у нас, естественно, графические пособия, но все равно мы пособия младших школьников можем использовать и с подростками, и с взрослыми. У них не проработан фундамент, у них нет основы и у них нет базы. Соответственно, эти все упражнения, которые даже рассчитаны на младших школьников, мы можем отрабатывать и на взрослых. Так, Екатерина, ну, если кураторы Директ Академии позволят продолжить эту тему, то, естественно, мы можем проработать эту тему конкретно. Если ребенок знает правила, но на письме пишет с ошибками, над чем надо работать, работаем мы, опять же, над произношением и работаем мы, опять же, над оптическим восприятием тех или иных букв. То есть мы прорабатываем базу. Это уже идет тот момент, то, что я говорила, на базе дисграфии и дислексии идет дизорфография. Так, ну, я, наверное, смотрю по вопросам в папочке «Вопросы» я пока ничего не вижу. Сейчас я чуть-чуть отлистаю чат, что увижу, на то тогда отвечу. Так, вижу, что появляется что-то опять в вопросах. Сын читает с пяти лет, но до сих пор делает ошибки при чтении. Учимся в пятом классе, пишет с пропусками, часто делает слова. Ну, смотрите, здесь пятый класс, мы можем уже говорить о моментах дисграфии. То есть нужно прорабатывать, и опять же, это работа, как я уже говорила, логопедическая работа с логопедом. Прорабатывать нужно смотреть, здесь идет вопрос на зрительном или на слуховом восприятии. Если 13 лет, возможно, да, возможно исправить, опять же, мы используем моменты проработки. Так, ну, ваши вопросы я увидела. Да, если не прорабатывать проблему, эти моменты могут остаться на всю жизнь. Очень большое множество, я не включила в презентацию, великих ученых, которые являются именно дислексиками. Они хорошо проявляют себя, прям гениально в одной области, но их сохранность интеллекта, она не идет на область написания. Да, это остается на всю жизнь, если это не прорабатывать и не отрабатывать. Так, ну, конкретно вопросов ко мне я уже не вижу, поэтому я жду Татьяну Викторовну. Мы так вот сегодня затянули. По поводу проработки темы, я думаю, мы ее продолжим. Ну, прошу прощения, хотелось дать как можно больше информации, но тут немножечко не получилось. Посмотрите, вся информация у нас есть в презентации, вы можете ее пересмотреть. И скачайте как рекомендация вот дополнительный файл, это вордовский документ, он тоже очень полезный. И по возможности это изучение той литературы, которая в презентации. Ну, на сегодня у меня все. Жду Татьяну Викторовну для завершения вебинара. Татьяну Викторовна. СМЕКС.